Это, в общем, это, я не знаю, как это делается, в общем, блокируется энергия, и по тебе не идет, по твоему телу не идет энергия. И ты начинаешь болеть, ты начинаешь, у тебя депрессия, ты не хочешь ничего делать, и у тебя мир в красках серых весь. Жизнь говно, что-то там бе-бе, и вот, и завтра хуже, чем сегодня. Это, так в простонародье, это говорят страшным словом магия. Я не знаю, вы можете в это верить, вы можете в это не верить. Кто не верит, пусть это будет просто для умных энергоинформационное воздействие на биополе человека. Это вот блокировка энергетическая. Когда к тебе на биополе вешают негативную информацию, и она начинает срабатывать. Как от этого защищаться? Очень важно, чтобы ты жил в любви и радости. И когда ты живешь в любви и радости, тогда ты не досягаем ни для кого. Никакая негативная информация, никакие сплетни, на тебя ничего не влияет. Вот вы заметили, когда вот началась работа, и были люди, кому стало жарко прям, и пот прям совсем, вот прям плещет, да? Это вот плохие мысли о тебе, это когда люди думают плохо о тебе. Это сплетни вокруг, это когда ты думаешь плохо о себе. Это нет, это не скажем, это есть прям, ну есть же гипертрофированные вещи. То есть бывали люди на сеансе, которые на них как будто воду вылили, вот ведро воды, и они просто мокрые стоят. Есть, которые не реагируют, но на тренингах вот групповых, которые там до 20-40 человек бывают, ну практически всех. То есть, ну, то есть через насилие, какое-то там постукивание, ну, реагируют практически все. Но бывают люди, у которых болевой порог очень низкий, и они, ну, им не больно. Или они делают вид, что им не больно, да? Они думают, ну, они просто терпят. Ты дыши сейчас будет, да? Да, допустим. И поэтому... А есть ребенок уходит? А, говори. У меня внучке 3 года, и вот что-то последний месяц она все время показывает в угол и боится. Как будто что-то видит. Давай. Про детей. Дети где-то до 5 лет видят всякие, они как кошки. Они видят каких-то... Это, знаете, у кого есть кошка, вы понимаете, да? Она вот так делает. И вы думаете, кто здесь? Да? То есть и дети делают примерно так же. Они начинают смотреть в какой-то угол и боятся, или как-то дергаться, показывать пальцами. Смотри, смотри. Это, как вот в духовных практиках говорят, это третий глаз. Короче, они, значит, просто видят. И сегодня, на самом деле, вы удивитесь, ну, многие же видите что-то того, чего не можете объяснить. Сегодня это открывается практически у всех. И то, что я сейчас на вас смотрю, ну, процентов 80 аудитории вы понимаете, про что сейчас я говорю. То есть вы видите нечто, что что-то есть еще. И с этим очень важно как-то взаимодействовать и понимать, что происходит. Не надо думать, что ты сходишь с ума. Потому что ко мне ходил парень, которого в дурдом мама отправила, потому что он там что-то видел. И его взрослого она в 17 лет положила в психиатрическую больницу. Потом он, когда вышел, начал это все скрывать, перестал ей говорить, и она его отпустила. Продолжение следует...